Заперт в Лондоне из-за долгов в Америке. Бизнесмен Олег Тиньков, которому у налоговой службы США появились претензии, заплатил 20 миллионов фунтов залога, чтобы дожидаться рассмотрения дела об экстрадиции не в тюрьме, а в своей квартире. Но что дальше? Из Лондона Александр Хабаров. Судьбу Олега Тинькова будут решать в Вестминстерском магистратском суде, где у него уже запросили огромную сумму. 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве залога. Но это хотя бы позволяет ему на время разбирательства находиться дома, а не в тюрьме. О сумме залога сообщил британский таблоид Сандиэкспресс. По информации издания, Тиньков обязан носить электронный браслет и с 7 часов вечера до 7 утра ему запрещено покидать стены своего лондонского дома. Миллиардеру запрещено покидать страну. Он должен оставаться в пределах трассы М-25. Он должен сдать свои паспорта и являться в полицию три раза в неделю. Одного из богатейших российских бизнесменов на прошлой неделе арестовали по требованию американских властей. До 2013 года Тиньков был гражданином США. И теперь его обвиняют там в неуплате налогов. В официальной формулировке это звучит как занижение доходов для налоговой отчетности. Пресс-служба Тинькова заявляет, что бизнесмен рассчитывает как можно скорее все уладить. Тот факт, что дошло уже до ордера на арест, он говорит о том, что, скажем, сейчас они очень далеки от договоренностей. То есть американское государство сейчас давит очень сильно. Материалы дела не разглашаются. И эксперты пока могут только предполагать, какие именно действия Тинькова вызвали претензии американской налоговой службы. И главное, к чему это в итоге может привести. Я сомневаюсь, что сам Тиньков заполнял декларации. Очевидно, с его слов, с его каких-то выписок, эти декларации заполняли его налоговые адвокаты или консультанты. Не готов сказать, они ошиблись или, может быть, он им какие-то свои доходы не показал. По нашей информации, в лондонский процесс вовлечены ведущие английские специалисты по вопросам экстрадиции. Одной лишь компенсации налогов недостаточно, чтобы избежать преследований со стороны США. Только в прошлом году за налоговые преступления там были осуждены 2300 человек. 2000 из них оказались в тюрьме. Состояние Тинькова оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Его представители утверждают, что в судебном процессе он участвует как частное лицо. Но после новостей о его аресте, ценные бумаги основанного им банка в пятницу подешевели сразу на 12%. В любом случае, Олег Тиньков теперь надолго не выездной из Лондона. В суде нам сообщили, что следующее заседание по его делу назначено на конец апреля. Александр Хабаров, Улья Мурдюков, Вести, Лондон.